Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 833. События дня. Псалом 40, 13-й стих. А меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом Твоим навеки. Это не всё, что хотел оставить, но это в названии ролика идёт, и оно больше буквы не пропускает. А внизу я побольше узнаю. С 26 марта 2018 года за это. Псалом 40, 12-й стих. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь при лицом Твоим навеки. Вот иногда я спрашиваю, ты считаешь псалом такой-то. В этом псалме какие стихи? Ну, называют золотые для тебя. Что охота их заучить и сказать, это говорится про меня. Ну, нет, да как так? Вот это я псалтырь начал читать первый раз в 62-м году. И на этих стихах сразу остановился и выписал. Проверить как. Правильно ли я иду. И вот вижу. Во-первых, много врагов будет. Что враг не восторжествует надо мной. Враг это общая. Сатана. Люди, которые будут нападать, и они не смогут победить тебя. И второе, меня сохранишь в целости. Вот эти вот стихи, я их сразу заучил. Псалом 40-й. И они мне помогали всю жизнь проверять себя. А так, считай ты. Ну, какие-то слова выделяешь. Вот, допустим, Матфея 22-29. Я хотел узнать, а почему так много сект, ошибок и все разницы между собой? Говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. А, значит, чтобы не заблудиться, значит, нужно знать Писание и понимать силу Божьей, что Бог может все делать. И как? Это золотые для меня слова. Я их сразу в первый день себе выписал. И всю жизнь эти слова подтверждают, что именно правильно я на них обратил внимание. Ну, это слова Давида. Ну, правильно, но Слово Божие живо и действенное. Три тысячи лет. Игнатий Лапкин. Гордеев Михаил. Игнатий Лапкин. Сегодня вечером в храмах по всему миру совершается богослужение. Самое длинное и самое трудоемкое за год. Полный покаянный канон Андрея Критского. Это я взял старого, он на меня вышел, тут что-то разговор был. Можете приехать к нам. Помолимся вместе. Игнатий. 21.03.2018. Ну, это недалеко. 20 еще марта у нас идет, неделю назад. Михаил Гордеев. Благодарю за предложение посетить ваш храм. Я знал об этом из вашего ролика. Меня выписали из больницы, я чувствую недолеченным. Или ослаб от каши больничной. Пока не смогу физически. Буду смотреть по ТВ. Ну, правильно. Я вчера тут материал один. Всем забрасывал вопрос. Ясное дело, что не сегодняшний. Там написано, сколько там, 17 лет назад. Я когда еще вел занятия в университете. Задавали вопросы. И говорят, а есть ли молитва от сребролюбия? Ну, я вчера взял и всем разоснул. Попутно мы кинул. Вот скажи, как будто откнул его куда. Как он поднялся сегодня на меня. Я тут есть. Ой-ой-ой. Ни на отношения, ни на что не смотрит. Но это 17 лет, говорил назад. Тебя еще и не было здесь. Никаких. Почему? Потому что боль. Боль. Я получаю столько, 25 тысяч там особо. Ну, 25 тысяч. Потому что 250 тысяч. Уволенный Лужков получает пенсию. 250 тысяч. Другие около миллиона даже есть. Еще на это смотреть. Я не об этом сказал. Ты не конкретно к тебе. Ты не могу успокоить. Все утро. Сразу ожил. Про болезни забыл. И на меня сбрасывает и сбрасывает материалы ругательные. А в конце ладно. Там дощечку надо сделать. Ладно, придите мне сделать. Кто делал хорошо? Миша оказалась Коряковца. А другие, наоборот, благодарят. Ой, как написано, с ребролюбие. Это прямо ко мне относится. Или к моему близкому. А это никак. Ничего к себе не принимает. Главное, причащается. Рот разлинул. А дальше все остается так же. Так разберись. Один. Ни друзей. Никого нет. Ни родных. Ну, есть о чем задуматься. Это нет. Прям кинуться, как будто я ему злейший враг какой-то. Пошел и пошел. Да вот десятина. А десятинной здесь речи нет. Нет. Кинуться. А почему не платил никогда? Вор. Обкрадывал Бога. А я-то при чем здесь? Я плащу десятину не одну. По сегодняшний день. Я перед Богом стою. При чем-то десятина-то? Сейчас речь-то не об этом идет. Разницы никакой нет. А почему? Болезненно. А у меня не болезненно. Когда я не услышу, беру десятину. Даже адвентисты седьмого дня. И мне приятно. Все-таки есть люди, которые соблюдают. Господь говорит, ты хочешь испытать, что я благоволю к тебе? Плати десятину. Я как небо отверзну на тебя, из рога изобилия пролью. Он не слышать ничего не может. А почему? Грех. Грех полностью затмил разум. А мы давно знакомы. Просто скинул материал. Я его масса вчера всем скидывал. Одному понравилось, я стараюсь, чтобы другим дать. А он скинул, как? Да нет. Он его сразу затер. Дальше. Он там еще сообщение прислал. Да. Михаил Гордеев. Благодарю, Александр. Мир вам, Игнать Тихонович. Благодарю вас. Это действительно огромнейший повод задуматься каждому. Всем вам завидую белой завистью. Как вы можете обходиться малым, находясь со всеми в равных условиях мира сего. Спаси Христос. То есть, понимаете, что у меня пенсия минимальнейшая. А 35 лет трудового стажа. Нигде не давали работать. И что на меня, чтобы за это власти приносят там покаяние, злоупотребление против вас были. Везде изгонялись, работают. Власть такая драконовская была. А этот никак, Гордеев, бросился. Так тебе и надо. Тебя то, то, то. Ну, какой же ты верующий. А только я ходил, причастился. Такое причастение, это в суд и осуждение. Я что-то сделал. Нет против тебя. Нет, никак. И что дальше? Евгений Портненко. Да, страшная страсть, сребролюбие. Вот понятно как. С которыми не встречался, ничего. Но материал-то сильный. Его надо где-то здесь сейчас найти и мне просчитать. Подожди-ка, минуточку, я войду. Где-то есть, нет здесь сребролюбия. Ну-ка, глянь здесь. Занятие. Это что? Песня. Песня дядя Вова мы с тобой. Ну-ну. А тут больше нет еще. А вот она. Ну-ка, что тут? Вопрос 3374. 20 том, открытым оком. Игнатий Лапкин. То есть я вчера вот это всем посылал. Но что интересно, у него это не открыло, не открывается программа. Он даже и не просчитал ее. От него сатана запечатал, чтобы он этого не знал и умер в этом грехе. Я-то могу рассуждать. Мне задают вопрос в университете. Почему у одного человека есть страсть к наживе, а другой живет, довольствуясь необходимым? Есть ли какие-то молитвы для избавления от жадности, и почему ими евреи не пользуются? Ну, такая вот в православных есть молитва о прибавлении ума. Мы вчера читали это. Я читать не буду, я показываю, на что нападает-то. Считали мы вчера это. Молитва об избавлении от страсти. И смотри, какие пошли отзывы-то. Что это как раз надо, это необходимо, это трогает. То есть, самый лучший отзыв. Ну, молитва-то не моя. Там Ефрема Сирина, перепечатано было где. Дальше. Страшно, так. Инатий Лапкин, христианская просьба. Вы не могли бы мне помочь? Я буду вам очень благодарен. Если вы отправите эту молитву о серебролюбии моему родному биологическому отцу Александру. Биологическому. Партненко. Душа, которая сильно изранена и сильно страдает от этой страшной страсти. Он может к вам прислушаться. Отправив ему это письмо с этой молитвой, вы можете помочь ему. Вот видишь, какая реакция на этот материал. А вот она даже не открылась, он не считал ее. По заголовку только. Страсть сребролюбия. И он прямо в бешенство пришел. Полумертвый. Девятый десяток лет идет. Он у вас в скайпе должен быть. Подписан. Или Александр Партненко, или Александр Шереметьев. Если согласитесь помочь, напишите ответ. Да или нет. Вот ваша беседа с ним. Помогите, пожалуйста. Я пишу, нигде не нашел, а потом зарядил на Шереметьеве и нашел. У него интересно такое. Он патриот русский. И что-то сильно склонный к фашизму. Так интересно. Я ему уж по фашизму-то могу ответить. Инатий Лапкин. Нашел Шереметьево и уже отправил. Евгений Партненко. Благослови вас Господь. Я вам так благодарен. Смотрите, незнакомый человек. Он даже не знает меня величать. Я Игнатий Лапкин. Как подписан, так и есть. Не знающий, ничего еще. И какая благодарность за этот материал. А ты получишь от кого-то... Да как получишь, когда ты всыпился даже в слово сребролюбие, когда у него не открылся ролик-то даже. И нет программы. Все, что написано в этой статье о сребролюбии, почти идеально сходит с моим отцом Александром Партненко. Это же надо так написать, как будто бы срисовали с конкретного человека. В данном случае с моего отца. Понять какой материал сильный был. Дальше. Наталья Чернова. Мировым Игнать Тихонович. Прочла одну небольшую статью в интернете. Вот и какое длинное у нее название. Если будет время, гляньте, пожалуйста. У меня вопрос. Неужели все политики, и наши российские, и не наши, все состоят в каких-то группах, орденах, обществах? Неужели без этого нельзя? А я ответ нашел. Дальше. Называется «Мы сами». Наши враги и наши союзники в войне смыслов. Боевой устав Красной Армии для принятия решения, что делать, предписывал командиру оценить обстановку целостности и полноте. За себя, за противника, за взаимодействующие войска, силы справа, слева, в тылу и в воздухе, включая волю к победе и боевой дух. Неповторимость условий обстановки, складывающихся на поле боя, всякий раз делать войну искусством уникального. Вот Александр Македонский, он стоял на вершине, всегда смотрел, войска мгновенно перекидывал, и вот в 10 раз меньше войска побеждал. Это оттуда, я считаю. Вот и небо политика, как военно-политическая доктрина времени, решающая вопрос возможности, уместности и своевременности. Действий выступает искусством, применяя образы и подобия лишь в методе. Корм, чьи небо политики, всем сердцем, интуиция и всеми помыслами, разум, в своих решениях стремятся творить шедевры, а не научные схемы повторяющегося и подтверждающегося знания. Вот у нас тут Илюшка Устинов, там, политолог кончил, еще он знает, да еще кадилы разжигают в архиереях вся политика. Никто ничего не знает, знает только Господь. Поэтому каждую контрольную работу по глобализму мы решаем сами, ни у кого ничего не списываем. Это они отвечают, которые сидят там. А тут дух Роман решил узнать, что торговая политика. Ну, глупости без ошибки слова-то написать не мог. О технологии, о технологии, знания о способах отделения противника. Одоление, не отделение. Одоление противника. Да, как одолеть его? Не открываем потому, что это оружие мягкой силы, которое всегда и везде дорогого стоит. Небополитическая оценка содержания Третьей мировой войны, которая в формах приняла гибридный вид скрещивания разных способов натиска, сводится к тому, что сущностью происходящего выступает война смыслов. Смыслы – это то, что отвечает на вопрос «Зачем?». Война смыслов проявляется как столкновение пяти цивилизаций. Цивилизации отличаются друг от друга культурным кодом, записанным в числе, цвете, тоне, фигуре и привязанным к сторонам света. Культурные коды различаются свой-чужой фибрами души, бессознательно. Цивилизации распадаются на правую, нечетные, и левую, четные, концептуальные ветви. Таких ветвей в вероучительном аспекте записанное слово включает центр 9. Вот это все, масонские протоколы, все это имеют в виду. Небополитиками создана модель концептуального управления глобальными процессами бытия на уровне культурных кодов, позволяющие получать подсказки разгона бегущей волны, страсти или постановки стоящей волны, апатии к политической практике. Концептуальная независимость мировоззрения, картина мира и духовном аспекте тайных знаний, герметизм, каббала, мистика, суфизм, закон перемен, пифагорейство, музыкосфер, а та же финансовая самостоятельность обосновывает глобальный проект. Вот сколько нужно знать, они просто избрали, ну и сообщак лезла туда, ну что ты знаешь, это не просто юбку снать перед каждым. Битва глобальных проектов называется «Большая игра». Моделью динамики «Большой игры» выступает карточная игра в «Бридж», «Мост Будущее» в раскладах сил на 6 игроков. Независимость мировоззрения, картины мира, разрабатывают, хранят и отстаивают кавалерские ордена. Ордена, духовно-рыцарские, масонские, тайные, мистические. Они ордена, а не государство, и их союзы уступают субъектами «Большой игры» за карточным столом истории. Они ордена ведут разведку, стоя в сознании, возможностей и намерений участников игры, расклада сил. И изощренно, с картами в руке и в рукаве, бросают ресурсы на кон с целью подчинения игры своим ценностям. Здесь дух интересам, здесь рефлексы души и удовольствием, инстинктом тела. В соответствии с выявленным архитектурным замыслом, игры небополитики присвоили проектам следующие имена. Новый Вавилон. Орден иельских эллиминатов череп и кости. Вот я про ноты и говорил как раз. Дядя Вова, мы с тобой. Что такое Вавилон, Третья, Москва. Концептуальная основа – герметизм Древнего Египта. Образ победы – трансгуманизм. Оружие победы – конвергенция и цифровая экономика. Главные носители – семитахамидский финансовый интернационал. То есть евреи. Ставка на тело. Подробнее на. Вот так. Вот сколько можно знать, нужно. Они просто, они еще в студенческие годы уже выбирают ставку на них. Вот Жаклин Кеннеди, она была еще знакома с Жоном Кеннеди, когда он был студентом. И я поняла, говорит, какой он перспективный студент. И что интересно, из всех правителей Америки только он один не почтил внимателям масонов. Все закончилось. Роберт у него, брат, он был министр юстиции, тоже убили, когда он на президента подал. Эдуард был, тот не мешался нигде. Ну, где-то машину под мост столкнули, там живой остался, искалечили. Вот то, что вчерашний день. Вчерашний день был, все, много выпало снегу. Я ролик поставил, ходили, вымеряли мы 24 сантиметра. Да это утро ранее. А днем он еще шел, так что больше. И отовсюду пошли сведения, тоже идут как. Но у меня вчера путешествие было на почту. Заказное письмо. Его как-то надо мне здесь показать. Я не знаю, как его, видно, не видно. Или вот так сюда надо. Проведи по всему, а потом прочитаешь. Я его разъясню. Важные слова я подчеркнул, на что обратить внимание. Ну, а дальше сейчас будем считать. Поставь на место. Подсоедини. Так, ничего. Давай. Считай как. Не надо тут поставить так, чтобы считать. Нет, плохо будет. Ну, давай, смотри, может быть надо. Давай так считай, я буду следить за ним отдельно. Прокуратура... Повернись так, чтобы, ну, тексты ко мне можно вывернуты. Вот так, повернись, считай. Прокуратура Российской Федерации, прокуратура Алтайского края, прокуратура Мамонтовского района, село Мамонтово, улица Кашировская, 20. Лапкину Игнатью Тихоновичу, улица Ползунова, 6, город Барнаул. В связи с вашим обращением, поступившим 27.02.2018 года, из прокуратуры края о нарушении жителям села Потеряевского Мамонтовского района, малышом Романом Юрьевичем, миграционного законодательства, сообщаем следующее. В проведенной проверке в отношении гражданина Украины, малыша Романа Юрьевича, 29.06.1977 года рождения, установлено, что данный гражданин пребывает на территории Алтайского края и Российской Федерации незаконно. В связи с указанным в отношении малыша Романа Юрьевича, 15.02.2018 года, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статья 18.80 КОАП Российской Федерации. То есть он говорил батюшке шесть раз, обещал поехать там, ну все как положено-то. Мне говорил большее число раз, он осознался об этом. Вот хоть обманывал, он уже имел замысел такой, председатель, власть что говорит, ну и вот получилось так, что не прошло. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Мамотовским районным судом 16.02.2018 года, вынесено постановление о привлечении малыша Романа Юрьевича к административной ответственности в виде штрафа в сумме 2000 рублей. С административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. То есть самостоятельно мог выехать и откуда-то видимо сообщать. Я с юристом советовался вчера, что это означает. То есть, ну льготно очень, мог доехать до Украины и все сам, но он и тут не подчинился. В связи с тем, что установленный судом срок Малыш Роман Юрьевич требования о выезде за пределы Российской Федерации не выполнил, в отношении него 06.03.2018 года составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном, частью 3 статьей 20.25. Интересно, главное. Устав Потеряевки сплошь и рядом нарушал, а ГТН не нарушал. Ну как, в первую очередь не лгать. Самое главное нарушил. Цель восстановления, а ты на разрушение повел. Ну совершенно не понимает. Я вот это сказал, и все-таки, дурак. Вчера сбоня с Потеряевки, ну дурак. Столько всего было хорошего сделано, все погубил. А вот что значит упрямство? Дух лжи вошел вовнутрь. Дальше. КОАП Российской Федерации. Уклонение иностранного гражданина от исполнения административного наказания в виде... Вот как статья гласит, он его пренебрег ими, но это не с батюшкой разговаривает-то. ...в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. Вот, то есть напомнили, он не захотел это самостоятельно ехать. Дальше. Рассмотрение данного материала в суде назначено на 19.03.2018 года. С последующим помещением гражданина Украины малыша Романа Юрьевича в Центр временного содержания иностранных лиц. Сегодня в 7 часов, в 9 мы пойдем туда к нему. В воскресенье мы ходили, но там неприемный день был. Ирис безгражданство ГУ МВД России по Алтайскому краю в городе Барнаул для обеспечения принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. А принудительно это могут послать по этапу, по тюрьмам. Это затянется где-то, может, на полгода. То есть, ну, совершенно никакие законы, ничего не значат. Но не я тебе это делаю-то. Оснований для применения иных мер реагирования по вашему обращению в настоящее время не имеются. В настоящее время. То есть, чуть-чуть в сторону, в настоящее время наступит. Я это вчера проконсультировался у юриста. Да, действительно так. Очень умно отвечал. Кто там? Прокурор района, советник юстиции АЭС скорых. Вот и все. Подпись. Сегодня нету. Значит, принудительно. Как это там уже дело покажет. Но принудительно. Принудительно, значит, принудительно. Так. Подсоединю-ка. Сейчас еще немножко показать наши ресурсы. Ну, вчера события какие? Воскресный пожар был, который в Кемерово. Может, я его буду комментировать, потому что это необходимо. Почему это случилось и почему в Кемерово. Мы можем во многое проникать. Если вот те масоны так проникают, там, ну, у нас легче. У нас авторитет Святая Библия. Ну, и показать, что у нас здесь есть. Это, ну, там, это святые, все несут, прочее. Это вот наш, мой мир. Это вот отдельно. Ну, это что мне? Разобраться с требованием. О, не разглашение. В Кемерово. А что мне разглашение-то? А ну-ка, прочитай. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло заявил... Слава Иисусу Христу! Как ты там? Дальше. Что изучить вопрос с подписками о неразглашении, которое необходимо подписать перед процедурой опознания родителям детей, погибших при пожаре в Кемерово. Об этом сообщает ТАСС. Миняйло ответил, отметил, что пока не владеет такой информацией, но свяжется по этому поводу со Следственным комитетом. Что это? Тайна, тайна, секрет, тайна, написано в этой блуднице. Источник МЧС подтвердил, радиостанции говорит Москва, что с кемеровичан действительно берут подписку о неразглашении. По его словам, эта процедура носит протокольный характер. О том, что родители детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении, рассказал один из горожан. Другой кемеровичанин подтвердил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к сгоревшему ТЦ. По данным МЧС, на 17.30 по московскому времени, из 64 человек, погибших в результате пожара, опознаны 23. Генетическая экспертиза тел начнется утром 27 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Минздрав России. Среди опознанных 8 детей. Со слов одного из врачей, тела погибших пока не выносят из «Зимней Вишни», чтобы не вызвать панику среди собравшихся возле торгового центра. Пожар в «Зимней Вишне» начался днем 25 марта. На момент возгорания в здании находились десятки детей. Многие из них не смогли выбраться, поскольку находились в запертых кинозалах. Это тоже событие, очень важное. Нигде правду не говорят. Но придется, видимо, прокомментировать. Важный очень большой у нас форум. И вот уже вчера мне это поставили. Все показывают, что это во время Великого Поста было. Ну, тут можно все разъяснить. Я бы так еще спросил, кто из них были православные. Про других-то нам зачем говорить свои. Кто носил крестики, в храм ходил. В воскресный день-то люди идут в храм, а не играть. Великий пост, скорбные дни. Ну, ничего нет. И остановить невозможно было. Ну, уже, говорят, четырех человек вроде бы задержали по подозрению. И вот у нас большой православный видеоканал открытым оком. И во свете Библии большой православный библейский сайт. Вот что мы можем показать. Сколько тут? 28 минут. Вот, 28. Мы сейчас еще один вопрос хотя бы возьмем из того, что у нас есть. Вот, деньги из этой папки, с нашего сайта. Деньги. Ну-ка, давай. Вопрос 865. Второй том открытым оком. Сегодня к нам на работу приходила монашка из Знаменской церкви продавать иконки. Она была без платка, с прической и накрашенными губами. И разговаривает по-мирскому. Хотя до этого приходила и выглядела вполне благочестиво. Объясните, пожалуйста, почему это происходит? Может быть, сейчас это разрешается в монастырях? В монастырях-то, может, и разрешается. Надо знать-то не как в монастырях, а как у Бога. И отвечает. В университете за кафедрой. Ответ. Если бы она принесла вам Библию, слово живого Бога, то насколько бы я не был строг, в чем меня постоянно обвиняют, я почти не заметил бы, как она выглядит. Мне приходилось с такими разговаривать во многих местах города. Есть из них и богобоязненные, и одеты, как прилично святым. Приятно посмотреть. Но слово Божие для них не стоит даже на втором месте. У них главная установка – продать и угодить своим начальничкам. Ни живой мысли, ни проблеска жизни в глазах. Неужели батюшки, исповедуя их, не видят, что вместо живой души – муляж, что вместо развития таланта – тупая покорность? Убита – живая мысль. Но стоит только коснуться беспорядка в церкви, они мгновенно оживают и начинают яростно защищать их. Вот это интересно. Вот ходят там, Атриум там разные где-то, они на сектантах там зациклились с сектантами-то, а жизнь своя-то в сто раз хуже с сектантской. И нигде внутренних беспорядков не трогают. Они знают, это та грань, за которую нельзя выходить. В моих-то книгах я непрерывно говорю об этом. И видим исправление. У них нет пророческого глаза совершенно. Создается впечатление, что подавляющее большинство этих торгашей, как и программистов-компьютерщиков, одержимые. Местный епископ напостригал их и вытолкал попрошайничать по магазинам и предприятиям на благочестивые, в кавычках, ненужные украшения. Особенно всколыхнула мирских людей схватка между епископом Антонием и благочинным Новоалтайским Михаилом Погибловым. Фамилии-то какие Погиблов. Это вообще... Каких сторонники мгновенно ожили от литургического сна, напечатали тысячи листовок, разбрасывали их, обклеивали заборы и раздавали прохожим. Всем нужна была одна победа. А ведь весь сыр-бор был только из-за денег. Сегодня в Москве целая система попрошайок заполонивших метро, вокзалы и людные места, собирающих пожертвования на строительство храмов. И вот уже газета «Россия» от 17-го, 24-го марта 2002 года печатает статью «Оборотни в рясах ради Христа Иисуса или ради хлеба куса?» Куса. Куса. Ну, Иисуса куса, но с рифмой. В августе 2000-го года архиерейский собор Русской Православной Церкви вынес определение. Кавычки. В условиях, когда священнические и монашеские одежды подчас используются мошенниками, собор счел недопустимым сбор пожертвований священнослужителями и монашествующими в публичных местах. Миряне же для осуществления такого сбора должны иметь письменное благословение правящей архиереи той епархии, где производится сбор. Главное, миряне. Миряне как мирские люди. Это к верующим вообще слова не относятся. Миряне. Есть даже не церковные группы, организующие нелегальный сбор якобы на церковные нужды. Нанимают молодых людей, обрежают в подрясник, дают им ящичек с кофью, с кофью, шапочку, документы с какими-то печатями. Договариваются таким образом. Будешь собирать на такой-то храм в глубинке. Две трети от собранного нам, треть тебе. Для настоящих же сборщиков по дате в Москве документы подписывает обычно архиепископ Истринский Арсений. Викарий, заместитель патриарха Московского и всей Руси. На расследование лжесвященник сознался, что собрал около 30 тысяч рублей. В Москве эта сумма могла быть в несколько раз больше. Рясу сшил в ателье, а собранные деньги тратил на свои нужды. Вот ответ, чтобы ответить, видишь, сколько надо знать. И по Писанию, и все как должно быть. Еще, может, что уже? Полчаса есть? 33. Ну, все на этом. Сегодня как раз, какое, 27-е? Да, 27-е. 27-е. Ну, и наш благодарный слушатель, Надежда Васильевна, ей полегче вроде бы. Слава Христу!